Программа обучения Но уточнений не спрашивали, я бы добавил Нет обучения на основе мастерских Добавил бы Общие образовательные знания должны осваиваться на примерах Постижения различных ремесел и мастерства И что? Для чего это было сказано? Вопрос поднимался? Вопрос поднимался, я отвечал на эти вопросы Нет, для чего ты поднимал этот вопрос? Чтобы все поменяли форму обучения в школе? Нет, я... Да, чтобы школа была бы ближе к тому, что дается по последнему И чтобы они после этого начали обсуждать программу и пробовать ее создать Да Это неправильно Не надо было так делать Не надо поднимать общие такие теории Это будет неверно Это будет опять очередное заблуждение Потому что они выглядят красиво Но приведет к тому, что вы будете очень много говорить о том, чего до конца не понимаете И ничего делать не будете Каким-то большим обстоятельствам вы можете прийти только, когда все вместе к этому созреете Но когда вы созреете, вопрос, по сути, и поднимать не потребуется Вы легко это увидите сами Большинством сразу будете это видеть Если не видите, большинством у вас будут просто, ну, такие пустые рассуждения С красивыми фразами Но ничего вы не добьетесь Такова суть человека Вы не можете рассуждать разумно А пробуйте разумно посмотреть на что-то Но у вас не получится Вы не учитываете самых важных вещей Которые связаны с чувственным миром Поэтому и путаетесь, и мучаетесь в этом Ну, я это привел чисто как пример Хотелось бы А зачем просто? По конкретности Меня конкретность интересовала А зачем? Просто Есть, занимаются люди школой Кому-то доверили этим заниматься Правильнее всего попробовать к этому отнестись с доверием Это люди верующие как будто бы И тоже как будто бы стараются что-то сделать как можно лучше Вот если возникает в процессе твоего исследования Тех процессов, которые в школе происходят А это можно только когда ты там начинаешь находиться Видеть как все происходит И у тебя возникает конструктивное предложение Ребят, я вот вижу Что мы могли бы улучшить какой-то момент И говоришь об этом моменте Нюансе Не об общей теме обучения А взял какую-то отдельную тему И вот смотрите, скажите Ребята, вот если мы сейчас так сделаем Я вижу, вот посмотрите по расчетам Вот так вот если мы сделаем То вот так будет выгоднее Так будет интереснее Так мы лучше детям что-то преподадим Но ты вносишь что-то конструктивное И при этом подтверждаешь С какими-то рассуждениями Какими-то доводами Какими-то фактами Что это действительно решаемо в ваших условиях Вы можете это сделать И тут тогда уже можно посмотреть Почему кто-то не соглашается Или еще что-то Но тогда будет интересно Но когда вы приходите с революционными идеями Говорите, что все, мы отклонились Что-то тут не так И поднимаете очень большую тему О неправильных действиях Это будет пустая трата времени Вы ни к чему не придете Будет выглядеть красиво Начало мотив Как будто бы о благе Но ничего не получится Время потеряете Порассуждаете ни о чем И ничем это не закончится Второй вопрос Как правильно рассматривать темы Например, формирование единой семьи Никак не рассматривать темы Только собственные шаги Это все общие темы Не надо их рассматривать Вы не готовы их решать Я дал вам много подсказок Как правильно все решить Вы от этого ушли Попробовали На паре инфории И потом ушли Вы выбрали поудобней Поэтому сейчас у вас задача Специфическая Вы сдаете экзамен И как только вспомните Что я вам давал Вы выкрутитесь Из заданной ситуации Не вспомните А вы сейчас попадете Здорово в нее Поэтому не надо Это так решать Ничего не получится Надо всем изучать Последний завет И всего лишь Те подсказки Которые очень много И подробно Были даны раньше Сейчас вы отклонились Здорово Вопрос у меня С точки зрения С чего начинать Тему С конкретики Или С самого себя И со своих собственных шагов Не видят ли Ближние Смущающим Что ты делаешь Так-то Или так-то Если не сказать Смущающим Попробуй понять Характер ошибки Своей собственной Почему видят Твои шаги Неправильными Может быть Ты им надоел Они тебе скажут Ты знаешь Надоел Мы сейчас Не хотим Рассматривать Твои назойливые Предложения Ты должен Поблагодарить их И больше никогда Стараться этого не делать Пока тебя Не попросят Это сделать Ведь те Кто помнит Или что-то могут Запомнить Из твоих Разумных суждений Они однажды Подойдя К чему-то Благоприятному В понимании своем К тебе Обратятся И скажут Помнишь Ты затрагивал Эту тему Или помнишь Как ты на эту тему Рассуждал А вот как ты думаешь Сейчас Что можно изменить И ты выскажешь Своё суждение Но пока Они не попросят Ты никогда В этих условиях Не будешь им Предлагать Своевых мнений Вот что правильное К сожалению Это пока Является Очень для вас Сложной Преградой То есть Задачей Вы попадаетесь На одну и ту же ошибку Как правило Нередко Поэтому Надо быть внимательным Скромность И смирение Вы можете Предложить Что-то ближним Если они Стараются Это не видеть Это нормальное Явление И если вы Внутри вскипели Можно только По-простому сказать Вы ещё дурень Когда на собрании Закрывают Какую-либо Тему Как не конкретную Не приведя Примера И ладно Спокойно С улыбкой К этому отнёшься Можешь что-то Поменять Попробуй предложить Не слушают Спокойно К этому отнёшься Если относишься Неспокойно Болезнь внутри Страшная Болезнь внутри Вот об этом Надо помнить Вам не надо Скипать По поводу Действий Окружающих Иначе Это означает Прямо Что вы С них Что-то Требуете Но вы Не имеете Права Это делать Как Тот Кто стремится К свету К правильным Действиям Попробуй Для всем Показывая Нельзя Раз подчёркиваю Вам надо Быть внимательным К тому моменту Когда вы Чем-то Недовольны В действиях Ближних Если вы С этим Не справитесь То вы Бестолочи На которых Лучше Сейчас пока Внимание Не уделять Нет смысла Уделять Времени Вы всё равно Ничего Стараетесь Не видеть То есть Вам нравится Быть слепыми Тогда чего Тратить На это Время Ну Поройтесь Набейте себе Что-то Сломайте себе Что-то Может быть Потом захотите Увидеть Тогда будет Интересно Уже Общаться Потому что Я почувствую Ваш Азарт Желание Менять Вот тогда Мне становится Интересно Общаться С вами Но пока Вы стараетесь Менять Что-то В других У меня Отпадает Всякое Желание Теперь уже Общаться С вами То есть Я начинаю Чувствовать Запрет В себе Нельзя Уже С вами Общаться Пока Вы В таком Состоянии Это Становится Для вас Уже Вредным Включите Себя Нормально В жизнь Значит Вы должны Переработать Себе Всё Что вам Не нравится В действиях Ближних Вы должны Научиться Принимать Действия Ближних Вы должны Позволить Им Такие Какие Они Есть Вы можете Предложить Им Помощь Но если Они Не берут Её Нельзя Дальше Давать Такую Помощь Потому что Вы можете Только Навредить Вам Может Много Чего Казаться Что Так Будет Лучше Но это Вам Только Кажется Потому что Вы Не Туда Смотрите Решается Судьба Ваша И Связана Прежде С вашим Внутренним Миром Именно С внутренним Миром Насколько Вы Благополучно Внутри Себя Насколько Вы Благополучно Воспринимаете Окружающую Реальность Как Вы Видите Друг Друга В каком Цвете Вы Друг Друга Видите Как Вы К ним Относитесь Вот Где Решается Надо Перестать Быть Каким Таким Агрессивным Стадом Который Только Смотрит Выгоду Друг Друге И если Кто-то Не подчеркивает Вашу Значимость Вы готовы Грызся Ругаться И прочее Не надо Быть Такими Примитивными Сколько Можно Быть В примитивном Таком Древнем Мире Который Однажды Начали Но Все Еще Пока Из него Не выйдет Никто Все События Которые Происходят Они Однозначно Показывают Что Люди Как Были Первобытным Строй Однажды Так Продолжают Еще Быть Технику Развили Здорово Но Внутренний Мир Это Первобытный Строй Это Попытка С камнями Гонять Мамонтов Или Еще Что И Друг Друг С Дубинами Но Когда же Вы станете Людьми Перестаньте Быть Подобием Животных Которым И то Не Удается Уподобиться Потому что Становитесь Хуже Животных Ведь Ни Одно Животное Никогда Не станет Убивать Или Что-то Брать Себе Если В этом Нет Нужды Сейчас Явной Нужды Никогда Не станет Убивать Приносить Вред Если Ничто Не Угрожает Вам В реальности Животное Может Защититься Если Кто-то Реально Покусился На его Жизнь На его Благополучие Его Семьи Тогда Ну Конечно Начинает Защищаться Но Если Ничто Не Угрожает Оно Никогда Не Будет Проявлять Агрессию Просто Не Будет В этом Нет Нужды Оно Не Будет Запасать Чего-то Если В этом Нет Нужды Оно Не Будет Приносить Боль Ради Удовольствия Которое Многим Нравится Потому Что Они В этом Чувствуют Свою Силу Некую Якобы Могущество Что Они Могут Приносить Боль И Им Ничего За Это Не Будет Это Состояние Которое Даже Животным Нельзя Сравнить Это Что-то Настолько Мерзкое Примитивное Что Она Не Имеет Права Жить И Вот Это Все Вот Эта Каша Вся Она Включает Законы На Само Уничтожение Человека И Человек Активно Туда Ломится Забывая Все Забывая Все Нормальные Явления Что Касается Человеческих Проявлений И Теряет Себя Очень Стремительно Сейчас Вы будете Поддаваться Этому Общему Настрою Потому что Вокруг вас Миллиарды Людей С этим Ложным Настроем Поэтому Вы будете Ощущать Это давление Вы не Оторваны От него Вы будете Ощущать На себе И чем Больше С ума Будет Сходить Вокруг Тем Больше Будете Чувствовать Давление На то Чтобы И вы Точно Так Съехали С этого Ума Вы Не сможете От этого Сейчас Закрыться Поэтому Для этого И было Сказано Претерпевший До конца Спасется И вот Что такое Претерпеть Это Уметь Правильно Вырулить Во всем Этом Не просто Сидеть Обливаясь Потом Живая Сдавливая Челюсти Напрягаясь Вытерпеть Чтобы не Закричать Или еще Что-то Нет Претерпеть Это Суметь Вырулить Правильно Суметь Правильно Отреагировать На все Происходящее Тогда Это вас Не сорвет Потому что Если вы Будете Просто Напрягаться Вы все равно Сорветесь Ваша Психика Не выдержит И здоровье Тоже Значит Внутри Нужно Какое-то Равновесие Состояние Где В какой-то Момент Вы точно Знаете Куда Опереться На что Обратить Внимание Какие усилия Приложить Ведь именно Об этом Говорит Последний Завет Только Об этом В основном Это самое Стержневое Самое Основательное Самое Главное В завете Это то Как реагировать На каждый Момент Проявления В окружающей Реальности Вас Особенно В действиях Ближних Как отреагировать На ту Или иную Деятельность Его Что вас Смущает Вот на эту Тему Вы получили Больше Чем Можно Было Получить Вообще Никогда История Человечества Этого Не имела Никогда Еще И вы имеете Такое Богатство И им Не пользуетесь Вот это Уже Конечно Вызывает Грустную Смешку Вы все Имеете Вот поэтому Теперь Ваша Задача Суметь Все правильно Видеть Правильно К этому Относиться Но вы Почувствовать Должны Будете Очень Сильный Соблазн Когда ваши Слабости Просто Начнет Нести Вы будете Чувствовать Как вас Несет Можете Потерять Контроль Над собой Наделать Много Глупостей Очень Легко И делаете Эти Глупости Часто Поэтому Суметь Сориентироваться Сейчас Очень Важно Вы Имеете Эти Подсказки А Миллиарды Вокруг Вас Их Не Имеют У них Примитивное Представление На прошлое На Происходящее Они Пробуют Окоснуться Традиций Но Которые Уже Не Будут Им Помогать Они Нажны Были Тогда Когда Зарождались И На Определенное Время Чуть Чуть Вперед Но Не Больше Сейчас Вам Нужна Истина И Вот Тут Ее Имеет Очень Малая Кто Вот У них Есть Шанс Попробовать Вырулить Опереться На Что-то Важное Что Только Лишь И Призвано Помочь У Остальных Это Не Получится И Вы Сейчас Будете Всему Свидетелем Вы Видите Это Вокруг Себя Рядом С собой Ну А Заглянув Пошире Там Вообще Уже Можно Сказать Лучше Не Смотреть Человеческое Слишком Быстро Тает Как Некий Мираж И Остается Звериное Где Ничего Личного Нету Как Будто Есть Только Необходимость Выжить А Там За счет Кого Какими Методами Это Уже Мало Кого Интересует Главное Выжить И Вот Включен Звериный Оскал Но Где Он Будет Хуже Чем У Животных Его Даже Нельзя С этим Сравнить Животным Слишком Благородно Животно Ведет Себя Нежели Это Делать Человек Поэтому Будьте Внимательны Только Свои Собственные Шаги Присмотритесь К ним Сейчас У вас Там Самая Главная Проблема Основная Пока Не Сделайте Сами Своё Правильно Говорить О чём-то Общем Сообща Совместное Прекрасное Что-то Достичь Не получится Ничего Вы будете Просто спорить Доказывать Что-то Другому Но Ничего Не будет Вы будете Стануться Всё хуже И хуже И будете Падать Ну и Падайте Ваш выбор Друзья Поэтому Надо Просто Лишь Внимательно Загнуть Себя И Всё Сейчас Контролировать Относительно Своих Собственных Шагов И самый Простой Ориентир Любое Ваше Недовольство По поводу Того Что делают Ближние Ориентируйтесь Это простая Вещь С которой Вы постоянно Сказ Сталкиваетесь И не Видеть Не можете Вы Видите Это Всё Это Самое Простое Если Вы Видите Значит Можно Хоть Что-то Делать Что Делать Завет У вас Уже Есть Подсказка Есть А Вот Если Ближний Так Видит Как Я Должен Отреагировать И вот Тут Дальше Если Вы Следуете Завету Вы Начнете Успокаиваться Если Вы Чувствуете Что У вас Растет Негодование Вы Не Используйте Завет Вы Включили Своё Вам Дорогое Внутри Отчего Пока Боитесь Отказаться Но Что Является Вашей Страшной Ошибкой Вы Будете Губить Себя И Ближним Будете Ещё Больше Соблазна Создавать Упасть Потому Что Они Тоже Будут Зажигаться А Вы Все Слабы Поэтому Поджечь Друг Друг Вас Очень Легко Вы Как Сухая Поросель Её Тут Стоит Искры Где-то Загореться Вы Друг От Друга Можете Очень Здорово Поджечь И Наделать Кучу Ошибок Очень Серьезных Ошибок Будете Потом Сожалеть Будете Потом Каяться Но Будете Помнить Пока Живете На Это Будет Это Важный Момент Тоже Вашей Жизни Так Что Себя Только На Себя Смотрите Внимательно Сейчас Можете Рекомендовать Можете Пробовать Делиться С кем-то Своим Взглядом Старайтесь Чтобы Это Были Не Просто Лозунги Что Что Очень Конкретное Практичное Что Легко Должно Быть Понятно Если Ближний Не Понимает Успокойтесь Он Делает Своё Дело И Вы Не Должны Поменять Его Судьбу Он Поменять Должен Свою Судьбу Но Не Вы Не Надо Занимать Роль Вершителя Чужих Судеб Вы Их Не Решаете Вы Только Можете Портить Им Жизнь Но Благополучие Вы Решать Не Можете Ибо Как Можно Поменять Улучшить Что То У Ближних Если Вы Свою Жизнь Не Можете Нормально Улучшить Вот С чего Надо Начинать Поэтому Постарайтесь Чтоб Я Больше Не Слышал Вопросов Таких Как Что Вообще Спасти Тут Поменять Как Лучше Сделать Общину Чтоб Все Было Улучшено Ничего Не Получится Все Что Должно Лучше Я Сказал Вы Вначале Попробовали Это Сдел Но Столкнулась С Естественными Трудностями Которыми Наполнены И У вас Оно Немножко Так Подломилась А потом Так как Мы Не Настаиваем Ни На Чем Я Не Заставляю Что То Делать Вы Начали Естественно Скатываться В Тому Что Вам Удобнее Что Привычнее И Теперь Вы Часто Ведете Так Где Можно Точно Сказать К верующим Вы Не Имеете Никакого Отношения Как И Все Остальные Люди На Земле Вы Очень Привычные Методы Начинаете Применять Вы По-хорошему Пробуйте Относиться К истине Как будто Но По действиям Вы Далеки От истины То есть У Вас Простой Экзамен Трясти Вас Никто Не Будет В смысле Я Не буду Ввязываться Заставлять Вас Пересмотреть Что-то Хотя Буду Подсказывать Время От Времени В зависимости От обстоятельств Что-то Но Сейчас Главное Это Ваше Рвение Исполнит Последний Завет Вдохновите Меня Чтоб Я Рассказал Что-то Еще Больше Рассказал Но Вдохновите Чтоб Я Увидел Ваше Желание Исполнять А не Просто Приходить Слушать Как будто Бы Находиться Как будто Бы В хорошем Настроении Но Уходить Отсюда И Делать Глупости Упорно И Ненормально Так что Выздоровите Друзья Я Этого Очень Жду И Очень Надеюсь И Очень Хочу Вам Помочь Но Ваши Силы Где Вы Приложить Должны Усилия Я Не Смогу Вытянуть Вас Просто Если Вы Будете Брыкаться И Препятствовать Мне Это Делать Поэтому Сделайте Нужно Усилие И Все Получится Вы Сдаете Экзамен На Экзамене Уже Не Подсказывает Как Правило Хотя Я Еще Буду Подсказывать Напоминать Что-то Но В основном От Вот Простота Событий Так что Надеюсь Вы Вогнемлете Все На этом Закончим А то Я Вообще Ругаться Начну Еще Молния Проскочит Потом Будете Ходить Аж Маленные Такие Подванивать Копотью Лучше Улыбайтесь И Постарайтесь И запомните Эти главные Дели Я наверное Еще не раз Их повторю Но Они Для вас Сейчас Судьбоносные Как Вы Воспринимаете Реальность Где Вы Проявляете Свои Недовольства Не будете С ним Работать Вы Будете Просто Что-то Бешеное И несуразное Потому что Оно Будет Очень быстро Развиваться Внутри Вас Это Явление И Все И Вы Будете Тот Кто И Рождает Войну Тот Кто Рождает Трагедию Будьте Внимательны Вы Должны Родить Мир Только Рождать Мир Если Вы Приходите Куда-то Там Все Успокаивается Если Приходите Куда-то И Все Разгорается Как 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 Это Цена Вам Если Вы Приносите Огонь Вы Пожароопасны Вас Тушить Надо Из Блин 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 Бой Это У Природа Окружающая Реальность Она Будет Что-то Вам Подсовывать Интересное За этим Будет Грустно Наблюдать Как Будто Все Знаете Что-то Странное С Вами Происходит Какая-то Полюбившаяся Слепость Которая Ты так Дорожите Все Торможу Себя Хватит Ладно Счастья Друзья Надеюсь Не напугалась Хотя Может быть И нужно Было Бывает Испуг Тоже Очень Хорошим Побуждением К чему-то Нужному Нужно Сторно Начина Отбежать Ладно До встречи